Вопрос занятости и благосостояния населения в период пандемии обрел особую важность. В нашей стране на решение этих проблем нацелены государственные программы «Дорожная карта занятости» и «Янбек». О том, как они реализуются в Алматинской области, мы и поговорим сегодня. Здравствуйте! В прямом эфире телеканал ЖТСУ «Программа сегодня». И у нас в гостях руководитель управления координацией занятости и социальных программ Мурат Маржан Муратовна. Здравствуйте! И перед тем, как мы начнем, хотелось напомнить уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 400109, код города Талдыкурган 87282. Также вы можете отправлять сообщения на номер WhatsApp, который сейчас видите на своих экранах. Пишите, звоните, мы обязательно ответим на все ваши вопросы. И начать нашу сегодняшнюю беседу нам бы хотелось с самого главного. Скажите, пожалуйста, какие цели ставит перед собой программы «Дорожная карта занятости» и «Янбек»? Спасибо вам большое. Сейчас разговор пойдет о наших двух крупных государственных программах. На сегодняшний день государственная программа «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства» на 2017-2021 год «Янбек» реализуется в нашей стране не первый год. Многие из нас уже знаем основные направления, основные цели и задачи данной программы. Тем не менее, программа ежегодно обновляется, дополняется, совершенствуется и все время терпит изменения, конечно же, в лучшую сторону. Если говорить о программе «Янбек» на сегодняшний день, в своей действующей редакции, программа «Янбек» у нас имеет четыре направления. Четыре направления программы «Янбек» — это обеспечение участников программы техническим и профессионально-техническим образованием, краткосрочным профессиональным обучением. Второе направление — развитие массового предпринимательства. Третье направление — развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильности трудовых ресурсов. Четвертое направление — реализация комплекса мероприятий нацпроекта «Жастар-Ельт-Рега». Вкратце остановиться на всех этих четырех направлениях, чтобы нам было понятно и доступно. Первое направление — это подготовка кадров техническим, профессионально-техническим образованием и краткосрочными курсами обучения. Мы все знаем о том, что профессионально-техническое образование, которое дается нашими среднеспециальными колледжами, подготавливает по определенному перечню профессии. Срок обучения идет до двух лет и девяти месяцев. Стандартное обучение, которое на сегодняшний день, перечень расширяется, дополняется. На сегодняшний день данное направление финансируется как разовым бесплатным питанием, как проездом, как стипендии. Также предоставляется общежитие для проживания. Краткосрочное обучение у нас в три месяца проводится. Краткосрочное обучение проводится по заявке работодателя и в центрах обучения. Эти центры обучения практически у нас имеются в каждом районе нашей области, проводятся даже на базе работодателей. Если, к примеру, сказать, наш крупный аккумуляторный завод Хайнара АКБ и наша швейная фабрика Ажар, которая существует уже на протяжении 60 почти лет, даже на ее базе существует учебный центр. То есть человек, который ищет работу, он может быть принят в этот учебный центр. Его за три месяца обучают, допустим, пользованию той же самой швейной машинкой, тем же самым новым оборудованием, тем же самым новым транспортом. И через эти краткосрочные обучения человек может себя обеспечить работой. Подготовка кадров в рамках программы СИРПН, это ЖАСТАР. Потом эта программа тоже у нас широко распространяется. И данная программа, профессионально-техническое обучение, она администрируется с управлением образованием и координируется с управлением образованием. Второе направление – это обучение основам предпринимательства по проекту Бастау Бизнес, расширение микрокредитования в сельских населенных пунктах, городах, гарантирование кредитов, предоставление государственных грантов. То есть даже второе направление у нас имеет четыре задачи. Это получается, своими словами, если сказать, это кредитование, обучение, выдача грантов и гарантирование. По обучению тоже очень широко распространенная программа, проводится она на базе Национальной палати и обучает основам бизнеса. Микрокредитование. Микрокредитование было всегда, есть, поддерживается и тоже обновляется. Микрокредитование у нас идет как в населенных пунктах, так и в городах. Допустим, в городах Текеля и Талдыкурган условия чуть-чуть другие, в населенных пунктах другие. Микрокредитование по программе «Имбек» оператором является фонд финансовой поддержки при Казагра, и полным масштабом они сегодня производят микрокредитование. Гарантирование. Есть такое требование, мы все знаем, что при выдаче кредитов требуется залоговое имущество. Гарантирование – это именно одно из средств, когда на место суммы залога выдается государственная гарантия, оператором которого является фонд Дому, и также сам фонд является. И если нет залогового имущества, человек может получить государственную гарантию на ту сумму кредита, которую он получает. Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. Государственные гранты выдаются в размере около 500 тысяч тенге. Они рассчитаны на микробизнес, на то, чтобы даже человек, который сидит дома, в тех же самых своих простых условиях мог путем приобретения оборудования, или той же самой печи, той же самой швейной машины для пошива крупных изделий, мог обеспечить себя заработком, мог обеспечить себя доходом. Это у нас по направлению программы. Да, третье направление. Это предусматривает тоже, внутри нее сидят три задачи. Это молодежная практика, это общественная работа, это социальные рабочие места. Молодежная практика тоже существует уже последние 3-4 года. То есть студент, вчерашний студент, сегодняшний дипломированный специалист через молодежную практику проходит ту самую адаптацию к трудовым условиям, к трудовому распорядку. И многие наши молодые кадры именно свою трудовую деятельность начинают с молодежной практики. Общественная работа. Общественная работа в этом году оплачивается не как обычно 42-43 тысячи. В этом году размер заработной оплаты по общественным работам составляет 85 тысяч тенге. 85 тысяч тенге, причем предоставляется гибкий рабочий день, 4 часа, 5 часов, полдня или полный рабочий день. То есть это очень гибкий график работы. Что у нас входит в общественную работу? В общественную работу одним словом это входит социально значимая работа, перечень которого утверждается акиматами районов. На сегодняшний день, допустим, в общественную работу мы включаем соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. То есть люди, которые привлекаются из числа безработных в общественную работу, они могут выполнять ту же самую работу. Соблюдение масочного режима, соблюдение дистанции. В местах массового скопления народа призывать к порядку, дистанцированию. Это тоже является социально значимой работой. Поэтому общественная работа сейчас один из востребованных инструментов. И социальное рабочее место, когда за зарплату работника выплачивается солидарно работодателям и государством. То есть легче и работодателю, и проще найти рабочее место. По четвертому направлению это молодежная программа. Там тоже есть свои гранты, свои нюансы и свои очень хорошие программы, которые настроены именно на развитие молодежи, на трудоустройство молодежи. Скажите, пожалуйста, кто может стать участником программы? Участником программы может стать безработные. Здесь по разным направлениям программы есть разная целевая группа. Но в целом вся программа «Инбек» настроена на безработных людей, безработную молодежь, безработных людей. Люди, которые хотели бы открыть свой бизнес, самозанятые, непродуктивно самозанятые. В то же время, допустим, по микрокредитованию сейчас по его получателям могут быть получатели адресной социальной помощи, малоимущие люди. Так что здесь категории получателей довольно-таки серьезный перечень. Каким образом можно получить микрокредит? Как оформить заявку? Прежде всего, по микрокредитованию нужно обратиться в наши центры занятости. Центры занятости функционируют в каждом районе. И через центры занятости, получив полностью консультацию, направление, узнать более детально условия всей программы и обратиться, если вы в населенном пункте, или до Талдук-Ургантики, или тогда уже в фонд финансовой поддержки Казагра. То есть с каждым случаем надо индивидуально работать. Центры занятости уже помогут направить человека на получение уже микрокредитования. А можно сказать, сколько людей в Алматинской области уже получили такую финансовую поддержку? И в каких суммах это выражается? Микрокредитование. На сегодняшний день у нас 397 человек уже получили микрокредитование. На это микрокредитование по этим направлениям было выделено 4 миллиарда 600 миллионов. Сейчас одобрено по фонду уже на 2,5 миллиарда. Это 445 участников. То есть она на сегодняшний день идет полным ходом в микрокредитовании. Поэтому все желающие могут обратиться для его получения. 1027 грантов было выделено на сегодняшний день. На общественные работы было привлечено 16,5 тысяч человек. На молодежную практику 1500 человек. И на социальные рабочие места 1278 человек. Если останавливаться на цифрах. Насколько вообще активно и интересно поддерживает сама молодежь такую программу, какое направление как молодежная практика? Поддерживает, с удовольствием идут. Даже во многом... Молодежная практика, она чем удобна? Тем, что человек, который принимает на молодежную практику молодого специалиста, он уже берет на себя обязательства по трудоустройству. Поэтому пройдя молодежную практику, он может быть уверен, что окажет содействие в его дальнейшем трудоустройстве. Расскажите, пожалуйста, а каким образом можно стать участником программы Янбек и, может быть, даже сразу и дорожная карта занятости? Как вообще подать заявку, чтобы просто стать участником этой программы? Через центры занятости районных акиматов. В центрах занятости полностью проходит регистрацию. Там идет уже внесение в базу данных Янбек. То есть первым делом надо обратиться в наши центры занятости. И оттуда уже получить более подробную консультацию. Давайте теперь поговорим немножко о программе «Дорожная карта занятости». Как она у нас реализуется, какие средства для этого выделяются. Мы знаем, что на республику у нас был выделен 1 триллион тенге. Какая часть пошла в Алматинскую область? Да, «Дорожная карта занятости» в 2020 году в Алматинскую область было выделено 109 миллиардов. Это очень большая, очень хорошая сумма. 109 миллиардов из которых на сегодняшний день будет реализовываться 977 проектов в разных сферах. Это в обеспечении жизнедеятельности, это строительство школ, это капитальный ремонт средних школ, это капитальный ремонт врачебных амбулаторий, больниц. На сегодняшний день 970 проектов они уже реализуются, заключены. В целом, если говорить о программе, в результате ее реализации будут построены 7 школ, будут на 10200 мест, 5 врачебных амбулаторий, капитально отремонтированы 34 школы по области, водоснабжение 53 населенных пунктов и будет охвачено ремонтом 405 километров дороги в 220 населенных пунктах. То есть эта программа, она реализуется в каждом районе нашей области и решает огромные проблемы. Мы вообще по плану на этой программе должны устроить 22 800 человек. Из них, которые около 2000, должны быть постоянные места. На сегодняшний день мы 15 тысяч человек уже устроили, и 8850 человек – это через центры занятости, то есть из числа безработных людей. Потому что дорожная карта занятости, ее основной индикатор является занятость, обеспечить работу тех, которые сейчас стоят в бирже труда, в центрах занятости и числятся как безработные. Тогда сразу по безработным людям. Каким образом вообще встать в эту биржу труда? Как можно оформить пособие по безработице? По пособия безработницы вообще население должно узнать, что со всеми вопросами занятости, со всеми вопросами реализации программы «Инбег», дорожная карта занятости, занимаются центры занятости населения в районах и отделы социальной защиты, которые сидят в составе районных акиматов. Путем регистрации в качестве безработного сама функция наших государственных органов уже направлена. Если человек пришел и встал на учет в качестве безработного, то уже предлагаются огромные возможности, активные меры занятости, все государственные программы, то есть что ему будет приемлемо, что ему будет удобно. И, конечно же, немаловажна квалификация человека, есть она у него или нет, требует он переподготовки или нет. То есть после регистрации в качестве безработного в центрах занятости там уже будут предложены активные меры занятости. Можно сказать, какие-то сроки, в течение какого времени человеку будет найдена подходящая работа? Я этого сказать не могу, потому что соискатели, те, которые ищут работу, те, которые предлагают работу, там есть очень много аспектов, по которым люди должны друг друга найти. Та же самая подготовка, та же самая специальность, и та же самая заработная плата, устроить, не устроить. Да, предложить можно человеку любую работу, но его может не устроить условия работы, может не устроить заработная плата, то есть он дальше будет уже искать приемлемые для себя условия. Тут есть такой вопрос от телезрителей. Какую сумму составляет пособие по безработице? Пособие по безработице, как таковой, оно не оплачивается. Пособие по безработице может быть в виде композитных услуг, это 40% от последней заработной платы его. То есть если человек работал, потерял работу, 40% от его заработной платы может составлять его пособие по безработице. Пока он не будет трудоустроен. Да, пока он не будет трудоустроен. А вот поучаствовать в программах Янбек и Дорожная карта занятости могут люди, которые потеряли работу. А те, кто временно потерял доход, то есть отправили в отпуск на полгода, не могут стать участниками. Нет, немножко давайте по-другому подойдем к этому вопросу, потому что программа Янбек, Дорожная карта занятости, она имеет несколько направлений внутри. Поэтому говорить, что это именно люди, которые остались без работы, нет. Допустим, если молодежная практика настроена на то, чтобы вчерашнего студента приучить, то есть он не безработный, он сейчас закончил, он пришел и хочет начать свой трудовой путь, ему будет предложена молодежная практика. Если человек сидит дома, допустим, получатели адресной социальной помощи, многодетные, они не имеют возможности выйти на работу, но они имеют возможности открыть свой микробизнес. Поэтому путем кредитования, путем предоставления грантов им будет предложена другая мера поддержки, но внутри всех этих государственных программ. Спасибо большое, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Бывает критика. Не слышно, да? Повторите вопрос, пожалуйста. Вопрос касается пенсии. Я не совсем поняла, что хотел наш телезритель, если честно. Критическое мнение высказываете телезритель? Ну да, наверное. Не без этого. Без такого, да, не бывает, потому что и во всех программах бывают какие-то проблемы и действительно отношения людей. Можно сказать, насколько у нас вообще успешно реализуется программа дорожная карта занятости, инбек, если смотреть в разрезе республики, ну и вообще в целом по намеченным планам, как мы соответствуем? Если люди пользуются этой программой, значит она востребована, значит она успешна. Я понимаю так. Поэтому даже на сегодняшний день то, что в общественных работах, в молодежной практике, на социальных рабочих местах, это по состоянию на 1 августа нами уже охвачено около 20 тысяч человек, говорит об ее необходимости и успешной реализации. Это только по трем программам. Это социальные рабочие места, общественные работы и молодежная практика. И еще у нас направление по микрокредитованию добавится, по грантам добавится. Да, она реализуется хорошо. Если смотреть в разрезе республики, по каким критериям? В разрезе с республиками, еще раз, да, она же имеет много направлений. Где-то мы, может быть, недостаточно хорошо сработали, где-то мы, наоборот, в лидерах даем очень хорошие показатели. Поскольку программа имеет несколько направлений, и каждое направление оценивается индивидуально, в разных показателях идут разные данные. Ну, можно сказать, направление, по которым мы занимаем лидирующие позиции. Социальные рабочие места, лидирующие положения, 118% уже исполнения у нас идет. По молодежной практике еще у нас впереди полгода почти, но, тем не менее, почти 80% выполнения идет. По общественным работам тоже у нас показатели хорошие. На сегодняшний день почти 65% выполнения от плановых показателей. Тут у нас есть вопрос от телезрителей. Он не совсем по нашей теме, но все-таки. Здравствуйте, у нас есть знакомые, которые получили пособие 42 500 весной, но летом им было отказано. Почему и как быть людям? 42 500 – это пособие, которое в качестве антикризисных мер в связи с карантинными ограничениями было введено. Весной мы знаем, что был режим чрезвычайного положения. Весной карантинные меры были жесткие, и практически многие сектора экономики не работали. Многие сферы были закрыты. На сегодняшний день все-таки, в отличие от первого карантина, многие объекты, многие сферы экономики, они работают, свою деятельность не останавливали. Поэтому здесь, конечно, разница будет тех, которые получали при первом карантине и при втором карантине. Но в любом случае, с каждым случаем надо разбираться индивидуально. Поэтому можно обратиться в районные штабы по обжалованию отказа в назначении, можно в областной штаб обратиться. С каждым случаем лучше работать индивидуально. Насколько нам известно, какие-то проблемы были из-за того, что пособие оформлял работодатель. Сейчас какие-то изменения, может сам работник подать заявку на получение этого пособия? Да, по первым требованиям работодатели подавали за всех работников, которые находятся в отпусках без содержания. Сейчас изменения такие готовятся, работник сам подает. И мы в доработанном варианте все равно будем продолжать до 1 сентября эту работу. Можно сказать, сколько у нас людей в Алматинской области получили пособия? Вот это именно 4900. Порядка 330 тысяч. Потому что эти данные, они ежедневно меняются, ежедневно. Как назначаются пособия, так меняется наша статистика. Поэтому по последним данным, порядка 330 тысяч у нас получили пособия. 42 500. Спасибо большое. Наша программа подходит к концу, поэтому в завершении хотелось бы спросить, может быть, вы что-то хотите пожелать телезрителям или посоветовать? Как быть в каких-то ситуациях? Куда обращаться? Может быть, кто-то боится стать участником этой программы? К сожалению, вот имеет место быть немножко критическое отношение. То, что эта программа не реализуется, их трудно получить. Так думать не надо, я бы хотела сказать. Потому что все эти программы, они доступны в интернет-ресурсах. Они полностью опубликованы на наших официальных сайтах. Надо посмотреть, надо с ними поработать. То есть, какой-нибудь-то из них механизм обязательно подойдет к этому человеку. Да, 500 тысяч тенге гранта, многие высказывают мнение, что это мало, что это ни на что не хватает. Но, тем не менее, 500 тысяч тенге – это грант, он невозвратный, это не кредит. Поэтому даже на 500 тысяч тенге можно приобрести крупную швейную машинку и начать пошив одеял. Можно начать пошив, допустим, красивой классической одежды, при этом пройдя краткосрочные курсы обучения по этому пошиву. Надо трудиться, надо стараться, надо пользоваться теми государственными программами, которые у нас работают, консультироваться. Тем более, что и наше управление, и центры занятости, через Инстаграм, через соцсети, в онлайн-режимах полностью мы персонально, индивидуально с каждым человеком работаем. Спасибо большое. Благодарю вас за беседу. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях была руководитель управления координацией занятости и социальных программ Мурат Маржан Муратовна. Еще раз спасибо вам, что пришли. А мы прощаемся с вами. До свидания. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok